добрый день уважаемые коллеги огонечек если меня слышно и со звуками со звуком все в порядке ага спасибо увидела очки спасибо большое значит можно приступать к сегодняшнему вебинару сегодня мы будем говорить о форматах которые может быть на первый взгляд не очень востребованы но тем не менее я думаю информация будет полезной я сразу хочу обратить внимание на то что кроме презентации вы в разделе файлы можете скачать еще текстовый файл который называется сервисы для создания ментальных карт на одном из вебинаров у меня попросили рассказать плюсы и минусы каждого сервиса и вынести это на слайды вот но я подумала что лучше будет если я эту информацию вам дам ведь таблицы так что вот сегодня такое небольшое нововведение вы можете скачать там таблица которую я вчера самостоятельно составила по всем сервисам о которых я сегодня буду рассказывать то есть так вам будет лучше ориентироваться там есть информации о плюсах и минусах в общем каждый по цепи сможет выбрать это вот такое вот резюме нашего сегодняшнего вебинара ну а я приступаю как-то сразу для тех кто не очень хорошо знаком с форматом ментальных карт несколько слов скажу о том что это такое и для чего это может пригодиться ментальные карты один из терминов все это произошло от английского слова mind map которые вот так вот перевели карта ума ментальная карта есть еще такие термины как интеллект карты и еще я весь слышала термин диаграмма связей вот это все как раз об этом формате вот на слайде как раз такой примерчик как может выглядеть такая ментальная карта или интеллект карта это удобный способ структурировать информацию главная тема находится в центре этой карты а все вспомогательные темы второстепенные подробности они располагаются в виде таких ветвей ответляются в разные стороны и там уже в свою очередь каждая второстепенная тема еще делится на маленькие под темы и таким образом вы можете наглядно представить большой массив информации в маленькой схеме понятно что здесь все уместить в одну схему не получается но тем не менее такое структурирование помогает очень многим вещам ну например если вот взять пример библиотеки как можно структурировать информацию библиотечную например в центр поместить название книги а дальше в разные стороны рассказывать о авторе книги а экранизации книги о героях а тема идея образы и иллюстрации художников многое-многое другое к ментальной карте можно подключить не только тексты и картинки но еще некоторые элементы давайте посмотрим ну начнем с того что как это может нам пригодиться как я уже сказала можно структурировать информацию то есть создавать такие карты для себя возможно когда-то вы действительно это делали а может быть делаете и сейчас на листочках очень часто мы рисуем такие вот схемы на самом деле эти схемы вот по науке называются ментальные карты то есть здесь очень легко можно такой маленький конспект для себя составить напоминалку какое-то там планирование может быть то есть вы например планируете большое какое-то массивное мероприятие и вот с помощью ментальной карты можно распланировать что где когда что необходимо на каждом этапе и так далее это тоже очень помогает в работе если подключиться авторов к работе то можно например организовать мозговой штурм собирать идеи интересные например в центр поместить проблему например собираем идеи для библионочи что нужно ну а дальше подключиться авторов и каждый будет в эту карту добавлять свои идеи выстраивать свои цепочки ветки предложения таким образом можно собрать информацию тоже довольно быстро и интересно получается в качестве совместной работы можно например в школах да и в библиотеках тоже проводить какие-то проектные исследования и оформлять их тоже видео таких интеллект карт по сути тоже мозговой штурм но немножко уже в другом виде вот поэтому очень многие сервисы для создания ментальных карт предлагают пользователям такой режим совместной работы это очень удобно естественно ментальные карты можно использовать в обучении например вместо традиционного задания составить план конспект учебника можно предложить на основе параграфа учебника составить карту это поможет формированию разных полезных навыков выделять главное выделять второстепенное вообще работать с информацией и собственно такая вот новая форма деятельности возможно вызовет интерес у учащихся ну и то о чем я уже говорила в виртуальной выставке если коснемся библиотечной деятельности есть много примеров в интернете когда виртуальная выставка оформляется в виде карты сразу очень образно представляется вся информация и мы получаем представление о том что это за книга а то может быть и несколько книг и чем она может быть нам интересно в общем список для чего это может использоваться можно продолжать я думаю в интернете вы еще больше найдете информации и разных полезных идей ну давайте уже ближе к технологии как ее создавать собственно говоря ну понятно на листочке бумаги мы нарисуем самостоятельно а если использовать онлайн сервисы и программы вообще для создания карт существует огромное количество сервисов и программ надо сказать их более 30 лет столько вот на первый поиск мой обнаружилось есть программы то есть готовые продукты которые можно скачать к себе на компьютер и использовать их как программы но мы будем говорить сегодня о как раз сервисах которые не надо скачивать и которые предоставляют более-менее хорошие бесплатные тарифы естественно сразу скажем что здесь не будет отечественных сервисов к сожалению этот формат у отечественных создателей программистов видимо не очень востребован в основном сервисы будут да не в основном а все сервисы будут англоязычные часть из них русифицирована но опять-таки если вы скачаете мою табличку там по русскому языку подписано какой сервис на каком языке и так что нужно после того как мы определились сервисом что как в нем работает у всех сервисов о которых я буду говорить принцип одинаковый создаем ключевые блоки сначала основной потом второстепенные затем устанавливаем связи между этими блоками эти связи называются ветками то есть это вот буквально линии по которым понятно что к чему относится либо линии либо стрелочки дальше к блокам прикрепляем дополнительную информацию вот это особая ценность ментальных карт что часть сервисов предлагает не просто какие-то отдельные слова и словосочетания представить но и добавить к ним текстовые заметки картинки один из сервисов предлагает даже видео добавить из ютуба ну и гиперссылки которые ведут на дополнительные ресурсы тоже важно ну и осталось только сохранить и опубликовать работу в сети вот и в этом по этому образцу мы и будем рассматривать все сервисы чтобы не повторять одно и то же я просто буду вам в чат добавлять примеры если примеры не будут открываться ну мало ли скорость интернета не позволяет на слайде будет картинка по которой вы сможете понять что это за инструмент ну и основные плюсы и минусы я буду озвучивать а вы параллельно можете просматривать мои примерчики и определяться подходит вам такой вариант или нет сервисов много я выбрала 10 причем выбрала колите которые на слуху очень часто используемые и такие которые менее используемые идей другие посмотрим разместила я их всех по алфавиту потому что сложно их было как-то по-другому структурировать настолько они разные все друг на друга не похожи ну давайте посмотрим начнем мы сервиса с интересным названием которое я произношу кайова но мне кажется что она как-то иначе произносится название этого сервиса из одних гласных состоит интересный сервис больше подходит он для создания работ что называется для себя здесь нет опции совместной работы но в бесплатном тарифе можно создать любое количество ментальных карт и скачать их на компьютер в виде картинки вот ссылку на эту картинку я вам сейчас сейчас и добавила она же на экране если ссылочка откроется внизу вы увидите значки плюс минус можно поближе рассмотреть каждый блок и собственно говоря так познакомиться с картой она в хорошем качестве скачивается так что можно взять на вооружение что здесь интересного открывается рабочее поле белое обычное ничего в нем нет кроме центрального блока которому мы будем прикреплять все остальные блоки щелкаем по блоку и видим что можно поменять его форму цвет размер начертание букв шрифт и собственно вот все основные форматируемые элементы здесь собраны дополнительно к блоку можно прикрепить изображение никакого лимита на картинке тут нет поэтому можем каждому блоку добавить по картинке все это довольно красиво и здесь оформляется вообще с точки зрения вот именно красоты здесь все очень неплохо продумано кроме картинок можно еще и эмодзи добавлять можно взять картинку из библиотеки сервиса она здесь тоже присутствует по поиску можно найти подходящий элемент блоки будут соединяться между собой ветвями и эти ветви можно потом будет изгибать в любом направлении как вы посчитаете нужно я не стала изгибать веточки они у меня в прямом варианте потому что с карта такая достаточно строгая но тем не менее опция такая есть на выходе мы получаем возможность скачать изображение нашу карту виде картинки к сожалению чего здесь не хватает совместной работы и не отсылки там чтобы ссылкой делиться единственное сделать как я скачать картинку и где-то ее опубликовать и тогда уже делиться вот подходит для индивидуальной работы и вы можете самостоятельно работать и допустим посоветовать своим ученикам или читать далее еще один сервис это из старичков бабл с от слова бабл пузырьки то есть блоки здесь называются пузырьками ссылка немного туговато я сейчас две отправлю первое это как мы делали в этом сервисе рекламу своего проекта библиотечного а вторая ссылка это та которая сейчас на экране будет здесь ссылки уже получаются то есть тоже можно все просмотреть у некоторых блоков есть заметки они отмечены в уголках синеньким в данном случае сейчас на карте вот тут амажинизм модернизм романтизм сентиментализм там и прикреплены маленькие заметочки из картинки понятно что здесь у нас идет структурирование информации на основе текстов картинок и небольших текстовых заметок которые к блокам прикрепляются единственный недостаток сервиса сразу скажем это то что бесплатно можно создать только три таких карты и нет функции совместной работы к сожалению вот здесь бесплатный тариф достаточно скромные но тем не менее даже если работать для себя работает здесь очень просто во первых здесь появился русский язык это намного упростила работу во вторых собственно здесь ничего лишнего нет у нас уже сразу будет готов первый блок которому мы через плюсики добавляем блоки второстепенные внутри можно отредактировать текст выбрать тип веточек они тут разные могут быть можем добавить к блоку картинку загрузив ее с компьютера можно добавить гиперссылку ну например на видеоролик или на какой-нибудь веб-ресурс но и текстовую заметку прикрепить и она будет отображаться в виде вот такого синенького уголочка готовую работу скачать здесь нельзя но можно поделиться ссылкой если очень хочется то можно сделать скриншот ментальной карты и таким образом сохранить ее в виде картинки очень неплохой сервис довольно дружелюбный доброжелательный но вот с такими ограничениями еще один сервис из названия кукол можно догадаться к какому известному сервису он относится минутку сейчас я вставлю ссылку она такая многоэтажная немножко но когда я пыталась сократить получилось еще хуже она перестала открываться поэтому вот в таком формате надеюсь откроется но она же сейчас на экране здесь еще более простой сервис он прикрепляется что называется интегрируется с google аккаунтом поэтому регистрация здесь в основном через google аккаунт если аккаунта у вас такого нет то можно регистрироваться с помощью аккаунта microsoft или apple наверняка что то из этого у вас точно есть сервис создает простые ментальные карты с возможностью совместной работы и на основе текстов и картинок вот дополнительно сюда можно еще прикреплять гиперссылки давайте посмотрим как здесь работает все достаточно просто первый блок к нему тут же добавляется блок номер два который внутрь каждого блока мы можем добавить тексты тексты очень небольшой иначе у нас блок будет многоэтажный можно добавлять ссылочки картиночки загружать с компьютера или выбирать иконки из сервиса в общем вот такая вот история с этим сервисом тут карту можно нарисовать буквально за 10 минут из недостатков он долгое время был на русском языке и вот когда я начала вчера проверять все эти сервисы выяснилось что он неожиданно стал англоязычным на русский автоматом уже не переводится но через google переводчик в общем работает еще у этого сервиса есть опция совместной работы можно пригласить соавторов это что-то наподобие как google документы вот такая же история вы можете разрешить пользователям не только просматривать вашу карту диаграмму но и стать соавтором разрешите редактировать естественно редактировать не просто так нужно будет зарегистрироваться предварительно для редакции есть код для встраивания эту карту можно разместить на сайте и в блоге в общем все основные возможности здесь есть бесплатно можно создать неограниченное количество карт единственное что карты без публикации их доступно только три что значит карты без публикации то есть вы карту создаете и допустим организовываете совместную работу но нигде эту карту не публикуете в интернете то есть такая для внутреннего пользования вот в этом случае таких можно создать только три штучки а если вы карту свою публикуете то тогда это бесконечно можно создавать такая вот история дополнительно я тут еще в красную рамочку вынесла значок с кавычками это возможность создавать чат то есть вы можете работать над этой картой в режиме практически реального времени и даже общаться в чате между собой с авторами спасибо большое за ссылку в чате вот этот сервис мне не попадался для меня пока не знаком спасибо возьму на вооружение посмотрю продолжаем сервис который мне понравился своей необычностью apple он называется этот сервис бесплатный который вставку сделал не на блоке с информацией она ветви и позиционирует себя как сервис для создания рукописных ментальных карт ну то есть вот эти веточки которые вы сейчас видите на экране красивенькие надеюсь что красивенькие вот это можно рисовать с помощью мышки у сервиса есть возможность не только вот чтобы автоматом эти ветви создавались но можно даже подключить режим рисования и самостоятельно рисовать ветви любой красоты и толщины и другого вида дополнительно в карту можно добавить еще картинки вот сервис абсолютно бесплатно единственное у него нет опции совместной работы все остальное в общем присутствует давайте посмотрим как здесь рисуется вот так выглядит изнутри он немножко отличается от всех сервисов я первое время поскольку меня не было никакой обучалки я так методом проб и ошибок его изучала нашла значок зелененьким карандашом вот потянув за этот значок тут же рисуем ветку как таковых здесь блоков нет то есть вот есть в центре название карты этот значок и вот из названия карты мы тянем эту ветку а текст уже будет размещаться поверх ветки вот веточку можно изгибать по умолчанию ветка у нас автоматическая на здесь называется органическая ветвь но есть опция рисования это если вам такой вид не нравится можно порисовать самостоятельно в разделе пранчес ветки можно увидеть что еще здесь есть кроме органических веточек рисованные вот сейчас на экране как раз рисована то есть ее можно вообще в любой публик загнуть и получается вот такая вот карказябра у меня получилось но тем не менее для художников если вам нравится то можно попробовать но есть классика конечно есть обычная ветвь которая заканчивается блоком у меня на карте я соединила два стиля органические блоковые веточки их можно как я выяснила соединять и переключаться как раз в разделе вот пранчес ветку мы когда вытянули на нужную длину или нарисовали вверху появится вот такое окошечко куда мы вписываем название слова или словосочетание которое будет обозначать какой-то очередной этап нашей карты естественно что здесь нельзя загнать огромное количество текста к сожалению поэтому сервис советует одно или два слова для простых и несложных карт до подходит вполне дополнительно можно с компьютера загрузить картинки опять-таки лимита нет картинки загружаются вот я их по краям так расставила более-менее постаралась чтобы выглядело симпатично они не внутри блоков они просто вот свободно мышкой расставляем их в нужных местах и сохраняем на выходе получаем ссылку можно делиться со своими читателями дополнительно каждой веточке можно добавить небольшую текстовую заметку вот это на тот случай как раз если нам нужно много-много текста забить в этом случае добавляем заметки они будут отображаться в виде значка со страничкой ну и картиночки раздел attachment прикрепления добавления можно загрузить еще картинку то о чем я говорила ветки ветки здесь поскольку весь упор на вот это делается поэтому здесь очень подробно прописано что их кожа делать потолще потоньше выбрать цвет разным образом их редактировать и создавать красоту своими руками необычно интересно мне понравилось можно попробовать это классика mind майн 42 да наверное он как-то иначе называется но я так его русский манер немножко архаичный интерфейс скажем сразу поэтому не всем он нравится если допустим современным школьникам его посоветовать может быть не всем он зайдет что называется ну вот на экране сейчас фрагмент моя карта ссылочку я в чат отправила но это абсолютно бесплатный инструмент который по сдавается позволяет создавать карты без ограничений каких-либо то есть любом количестве любое количество блоков любое количество картинок а есть еще опция совместной работы поэтому стоит к нему присмотреться и так вот так выглядит интерфейс здесь ничего лишнего блок номер один уже создана дальше мы к нему через значки с плюсиками добавляем второстепенные блоки выстраиваем между ними связи с краю с левой стороны можно заметить основные инструменты для добавления дополнительного контента к блока можно прикреплять заметку текстовую можно добавить список задач если вы например создаете карту с планированием чего-либо ссылку на другой веб ресурс можно и на видео или на сайт картинку картинки здесь загружаются к сожалению только по ссылке из интернета с компьютера не получается ну и иконки символы какие-то вот сохраняем это все и на выходе нам дают ссылку код можно встроить на страницу сайта и блога и более того можно скачать формате pdf то есть все возможности максимально кроме наверное добавления но видео можно по ссылке добавить черт делать все основные здесь компоненты присутствуют сервис англоязычный но здесь так мало кнопок что и заблудиться достаточно сложно дополнительно в разделе в личном кабинете приглашаем с авторов по электронной почте рассылаем приглашение они заходят регистрируются и можно совместно что-нибудь придумать в общем хороший сервис интерфейс к сожалению не обновляется но он очень стабильно работает поэтому тоже можно подумать как его использовать ну теперь сервис который уже давно существует тоже он более современный он много раз свой интерфейс обновлял майт мастер так пожалуйста что можно об этом сервисе сказать сервис красивый интересный на русском языке самое главное но он настолько уменьшил тарифный план что я даже еще сомневалась включать его сюда или нет во-первых он бесплатно до трех интеллект карт добавляет во вторых он запретил сюда загружать видеоролики раньше можно в видео было с ютуба добавить сейчас насколько я помню можно добавить только текстовые заметки собственно и гиперссылки но сейчас уточним на следующем слайде получается то симпатично здесь много красивого оформления но эти ограничения не всем нравятся хотя русский язык привлекатели вот так выглядит стартовая страница опять таки центральный блок уже нарисован но а дальше мы к этому блоку прикрепляем новые сейчас у меня открыта вкладочка с дополнительным контентом дополнительно можно прикрепить сюда заметки и комментарии и что гиперссылки добавить а что касается медиа вложений это уже платная опция она бесплатный тариф не входит достаточно просто здесь работает вот как раз тоже сервис за 10 минут можно освоить но к сожалению много слишком ограничений ну и скачать нельзя работу если только скриншот зато здесь есть возможность пригласить соавторов для работы по адресу электронной почты совместная деятельность если вам не принципиально добавление картинок например то очень хорошо здесь организуются разные совместные проекты сервис простой на русском языке так почему бы им не воспользоваться вот такая вот история с этим сервисом хотя получается довольно красивые работы и опять-таки есть ссылка есть код можно встраивать на сайт и в блоге я видела виртуальные выставки часто в этом сервисе создают так что можно тоже попробовать вот этот вот сервис mind map но тут и ссылки будет потому что она сейчас у меня на экране в виде картинки смысла уже ссылку наверное и надо давать вот так вот выглядит это единственный сервис который не требует регистрации может быть допустим если вы приглашаете к работе каких-то учеников читателей просите их самостоятельно что-то сделать очень много отказываются из как раз из-за того что необходимо где-то регистрироваться передавать свои данные вот это сервис который не требует регистрации он бесплатно позволяет создавать любое количество карт добавлять к ним тексты и картинки вот у меня без картинок получилось потому что я эту работу решила скачать дело в том что для скачивания этот сервис разрешает только 100 килобайт но это мало согласитесь и соответственно картинки сразу отсюда вылетают но с картинками можно по ссылке поделиться своей картой карта к сожалению поскольку регистрации здесь нет и личного кабинета нет поэтому карта хранится только шесть месяцев хотя это хорошая штука подходит для быстрой какой-то работы с регистрации сохранил поделился ну наверное через шесть месяцев она будет уже не актуально поэтому ничего страшного в этом нет если очень хочется можно удалить все картинки скачать вот как это сделала я давайте посмотрим как здесь все устроено но если вы обращаете внимание сервисы очень друг на друга все похожи извините здесь можно опять таки основной блок создается и к нему вот веточками прикрепляемся остальные второстепенные удаляем добавляем и прикрепляем соответственно контент для прикрепления контента у нас кнопочки которые находятся с правой стороны этот эта кнопка у нас добавляет картинки а это соответственно текстовые заметки если мы скачиваем нашу работу то текстовые заметки не скачиваются только вот то что написано в блоках что еще дополнительно здесь можно немножко форматировать сами блоки цвет шрифт размер вот такая вот история но здесь все довольно упрощенное как раз этот сервис позиционирует себя как очень простой инструмент для быстрой работы еще один сервис который на сегодняшний момент на мой взгляд самый функциональный он больше всего разрешает он конечно тоже с ограничениями бесплатно можно создать только три карты называется сервис миндома но он позволяет подключить как вы видите на экране кроме текстов и текстовых заметок еще можно добавить кипер ссылки на сайты видеоролики с ютуба и соответственно картинки давайте посмотрим он на русском языке поэтому здесь все сразу становится проще тоже первый блок у нас уже создается а дальше мы его оформляем здесь очень подробная схема для оформления выбор стиля выбор формы блока заливки границы вот они одно время были конкурентами смайт мейстером миндома все-таки мне нравится больше у него возможности больше он немножко обновил интерфейс стал выглядеть немножко посовременней и это тоже привлекает внимание это что касается оформления теперь что касается дополнительных опций каждому блоку прикрепляем видео по ссылке из ютуба картинки можно загрузить с компьютера ну и вот такой вот смайлик прикрепить чуть вверху у меня еще дополнительно текст и ссылка можно и тексты добавлять текстовые заметочки и гиперссылки единственное всего здесь платная опция это аудио вот эта вот озвучка это единственное платное все остальное бесплатно добавляется так что единственное жаль что только три карты что еще интересненького в этом сервисе он позволяет организовать совместную работу вы можете пригласить соавторов разрешить им редактировать вашу работу они тоже должны будут зарегистрироваться зайти в сервис и и собственно вместе с ними можно какой-нибудь проект организовать вот хороший инструмент что тут еще скажешь на выходе можно взять ссылку можно код встроить на сайт и в блоге тут тоже тут все есть единственное что нельзя скачать но опять-таки если очень хочется то можно сделать скриншот spider scribe это тоже давнейшний такой инструмент для работы существует давно если зайти на сайт он сразу предлагает платно на что-нибудь подписаться и какой-нибудь тариф себе приобрести на самом деле найти можно некоммерческий тариф для некоммерческого использования он будет бесплатный и будет без ограничений единственное что он разрешает добавлять картинки очень не тяжелые то есть он всего разрешает нам на карты 3 мегабайта свободного места вот на загружаемые файлы точно картинки в этом случае я например картинки сжимала чтобы они весили не так много чтобы не перебрать с возможностями но а в остальном он довольно удобный хотя опять таки интерфейс может не всем понравится но дополнительно кроме текстов картинок здесь еще есть возможность добавлять google карту и календарь календарь пригодится для планирования каких-то событий для обозначения дата возможно давайте посмотрим рабочее поле вот так выглядит с левой стороны в красной рамочке я выделила те элементы которые можно добавить внутри карты тексты небольшие заметки картинки карта и календарь все по порядку мышкой просто выбираем нужный элемент выносим его на карту и дальше соединяем стрелочками эти блоки между собой ничего сложного нет в этом на выходе получаем ссылку можно этой ссылкой делиться и встроить эту карту на сайт их блог тоже возможно есть опция совместной работы можно тоже пригласить соавторов по адресу электронной почты разрешить им доступ в качестве редактора чтобы вместе с ними работать над нашей картой тоже хороший инструмент и единственный недостаток что 3 мегабайта все-таки будет маловато эту картинке либо сжимать либо по минимуму использовать ну и закончить такой беглый обзор я хотела бы на сервисе вайс мэпер тоже не не часто можно встретить о нем рассказ сервис хороший просто потому что у него бесплатный тариф у платных тарифов здесь вообще нет хотя у него очень функционал может быть и небольшой как вы видите может создавать классического вида карты на основе текстов текстовых заметок и спайликов эмоции и гипер ссылки еще добавлять но на самом деле в принципе может быть этих возможностей будет и достаточно вот для такой карты как у меня сейчас на экране какая-то теоретическая тема разложенная по полочкам принципе тут особо картинки могут и не понадобиться а получается довольно хорошо на выходе можно получить ссылку можно скачать в хорошем разрешении к себе на компьютер как картинку вот так выглядит рабочее место по сути тот же spider scribes но только панель инструментов переместилась в правую сторону перебегая по этим кнопочка можно соответственно разобраться что тут их как добавить блок удалить блок оформить форматировать текст форматировать ветки добавить смайлики маленькие картиночки иконочки добавить текстовую заметку добавить гипер ссылку и оформить блок палитра она позволяет оформить все основные инструменты вот на лицо наверху кнопочки для скачивания и распечатывания готовой карты и для приглашения соавтора получается довольно стильно и интересно ну вот так выглядит текст заметки заметки здесь всплывающие при наведении на блок открывается сразу заметка чего нажимать не надо ну и ссылочка добавляется можно и на веб-сайт и на видеоролик у меня в карте ссылка идет просто на видео с ютуба и хотя бы таким образом можно добавить видео строить ну и соответственно опция редактирования совместного здесь тоже присутствует по адресу электронной почты приглашаем соавторов сервис частично на русском частично на английском очень необычно это смотрится допустим регистрация здесь идет по-русски а рабочее поле частично на половину английская на половину русская но тем не менее он довольно простой тоже разобраться несложно в целом если говорить о сервисах для ментальных карт они довольно простые их не сравнить допустим к сервисами для создания презентаций или для лонг ридов там допустим или еще для каких-то более сложных форматов здесь все достаточно просто и если вы обратили внимание достаточно они однотипно устроены освоив один сервис можно также просто разобраться во всех остальных теперь ко второй части нашего вебинара к блок схемам и диаграммам по сути они в чем-то напоминают по сути они чем-то напоминают ментальные карты там тоже структурируется информация в виде блоков виде схем стрелочки разные поэтому часто они идут под одним заголовком ментальные карты и блок схемы и все в одной одно от другого иногда сложно отделить ну давайте посмотрим на блок схемы в чем отличие от ментальных карт основное то что чаще всего это будет просто картинка то есть тут особых опций там дополнительных окошечек которые будут всплывать дополнительных текстовых заметок тут нет тут просто картинка и к ней прикрепляется какая-нибудь информация или вообще без картинок просто структурированная информация сервис меняются у меня раньше был другой набор инструментов сейчас я пересмотрела набор и убрала оттуда инструменты которые стали платными осталось тут несколько бесплатных давайте на них посмотрим у меня на экране сейчас сервис lucid chart который позволяет создавать ментальные карты блок схемы и сохранять их виде картинки получать на них ссылки ну вот у меня на экранчик про гарри поттера картинка моя вот пожалуйста если рассмотреть по близости то можно по ссылочке это сделать ну давайте посмотрим как здесь все работает сервис условно бесплатный бесплатно как вы видите можно создать только три проекта здесь большое количество интересных шаблонов и сам рабочий кабинет вот так вот выглядит здесь сразу много вкладочек много всего интересного чем-то напоминает google презентации очень похожие вкладки только что на английском языке вкладка insert отвечает за встраивание за добавление картинок чаще всего и собственно говоря и фанимации если она необходима кирики в картинке кнопка ше отвечает за то чтобы поделиться работой пригласить со авторов я их в красной рамочке видео мне показалось что они основные а вообще здесь можно выбрать шаблон для оформления вот сейчас у меня на экране шаблоны про гарри поттера я создавал тоже на основе шаблона шаблоны можно редактировать с левой стороны у меня сейчас открыт библиотека разных форм здесь есть разные виды блоков разные виды текстовых блоков оформление разное шрифт цвет все это меняется редактируется и здесь достаточно все так устроено скажем намного сложнее чем в ментальных картах то есть здесь целая панель инструментов для редактирования текстов целая панель инструментов для редактирования блоков вставка с компьютера картинок через раздел файл мы можем получить ссылку при опубликовать свою работу в интернете в общем все здесь так очень хорошо продумано и очень серьезно сделано здесь есть шаблон не только для ментальных карт не только для диаграмм здесь есть и инфографика например если вдруг вам понадобятся интересные шаблоны то их немного но они здесь тоже присутствуют так что можно инфографику создать еще и в красную рамочку выдела интересную штучку вот она у меня в правом верхнем углу такая вот кнопочка означает то что мы можем озвучить нашу работу например подключив в веб-камеру и записать видео какой-то комментарий к своей работе если очень захочется то можно и такое сделать вот так что интересно все тут сделано продумано такой мощный инструмент жаль что с ограничениями этот инструмент тоже неплохой но он бесплатный это диаграммс это инструмент который идет как приложение google он дополнительно устанавливается и работы сохраняются на ваш google диск их потом удобно там же редактировать готовую работу можно скачать на компьютер можно взять на нее ссылку опубликовать в сети и поделиться я выбрала даже не блок схему я бы сказала что это больше уже на инфографику похоже но она довольно красочная это готовый шаблон который я использовала для работы сейчас сервис переведен на русский язык это здорово потому что стало намного проще в нем разобраться для начала чтобы начать ним работать его нужно подключить к аккаунту google авторизироваться через google установить ну и дальше можно работать совершенно спокойно выбирая нужный шаблон и заполняя его здесь много разных инженерных шаблонов сложные какие-то схемы стрелки тому подобные вещи таблицы для программистов для бизнеса разные графики вот мне нравится раздел который называется разная здесь можно найти интересные шаблончики вот тот который вам показала это как раз из этого раздела что выбираем шаблон дальше заполняем его своей информации вот так выглядит шаблон который называется ментальная карта я здесь и такой тоже похож чем-то на lucid chart только здесь уже все на русском языке с левой стороны библиотека разных блоков и красивости которые можно добавить вверху панели для редактирования текстов значок плюсик добавляет разные элементы линии тексты гиперссылки фигуры можно порисовать даже дополнительно можно выбрать стиль диаграммы здесь все достаточно хорошо устроено и настроено готовую работу можно скачать или делиться с ней ссылкой как и все google сервисы он предполагает опцию совместной работы можно открыть общий доступ и пригласить соавторов для работы почему бы и нет так что вот первоначально его название был draw и о сейчас он диаграмм называется вот и по поиску можно найти в интернете подключить к своему аккаунту я думаю лишним не будет этот инструмент периодически может возникнуть в нем необходимость так выглядит кнопочка складочка для приглашения с авторов к работе ну как вы видите она очень похожа на все google сервисы и все стандартно если вы с google презентациями работаете то здесь все очень похоже ну естественно не могла я обойтись без сервиса дженели который создает разный интерактив до этого мы все про картинки говорили там особого интерактива не было а я хочу вам показать что диаграммы бывают не только скучными но и интерактивными вот пример тот который у меня на экране это интерактивная диаграмма кроме того что здесь вот такие красивые треугольнички это шаблон готовы которые я заполнила своим содержанием здесь есть еще интерактивные метки с плюсиками если вы нажмете на плюсики то должно открыться окошечко с дополнительной информацией вообще дженели как раз славится как сервис для создания интерактива игры презентации интерактивные плакаты ленты времени инфографика вот как раз в разделе инфографики можно найти много много шаблонов для диаграмм здесь разные вещи есть и пирамида маслоу и круглые графики и прямоугольные и какие-то такие столбчатые диаграммы диаграммы создаются здесь довольно просто заполняете свои данные сервис выстраивает вам график я выбрала такую попроще вариант вот он называется про янгл а диаграмм верху вот этот шаблончик я взяла за основу часть шаблонов будет помечена желтым значком они обычно идут в конце этого списка в диаграммах например генеалогическое древо очень жаль что его столько платно можно сделать но в общем здесь очень интересные вещи внутри шаблонов и уже настроена анимация то есть все красиво открывается закрывается появляется на экране дополнительно вы можете еще и добавить немножко анимации чтобы у вас выезжали заголовки мерцали кнопочки тому подобные красивости вкратце напомню для тех кто не работал сервисом что это делается следующим образом выглядит рабочее поле вот так я в красной рамке обвела инструменты которые нам могут понадобиться проще всего работать шаблоном используя уже готовое оформление там дополнительно немножко подредактировать ну во первых интерактивные элементы которых я говорила вот эти самые интерактивные кнопки вот они мы черными плюсиками выделены вот каждый интерактивной кнопки добавлено всплывающие открывающиеся окошечко с дополнительной информации можно использовать то что уже есть а можно еще дополнительно своих кнопок на создавать для этого есть раздел интерактивные элементы там мы выбираем кнопку перемещаем ее на экран на рабочее поле а дальше нажимаем на значок вот таким вот пальчиком и добавляем окошечко в которой мы добавляем нужную нам информацию то есть по сути даже текстовая заметка она вот так интересно оформлена в виде кнопки дополнительно там может быть не только текст там может быть картинкой даже видеоролик с youtube а если захотите что касается анимации любой объект здесь можно анимировать просто щелкаем по нему и нажимаем вот на этот значок с такой кометой падающей вот так что можно там и анимацию настроить любой объект любая картинка любая иконка любая кнопочка у вас может переливаться выезжать заезжать меняться в зависимости от наведения курсора и много много другого интересного вот еще я хочу обратить внимание на smart блоки вот они тоже в красной рамки это что такое это разные штуки для создания как раз диаграмм графиков и диаграмм они очень красивые есть есть виде такого знаете как спидометр в машине есть ну традиционная классика есть в виде такого градусника температурного и так далее вот если вы не нашли подходящего шаблона вы можете взять любой какой более-менее подходящий а потом smart блоках поискать дополнительные разные диаграммные решения вот там очень много всего можно найти интересного и добавить соответственно к себе сюда есть еще раздел фон background по умолчанию у этого шаблона был другой фон я просто выбрал такую тетрадку это я все в разделе background взяла и появились у этого сервиса анимированные форм фоны то есть у меня вот классика стандартный вариант а там может на заднем плане там волны плескаться там какие-то кометы падать и подобные вещи это все в этом разделе вот основные кнопочки основные базовые опции на выходе у нас есть ссылка у нас есть код можем делиться и встраивать на сайте в блоге свою замечательную диаграмму вот так выглядит окошко всплывающие здесь даже внутри шаблонов они очень оригинально оформлены видео такого треугольничка например у меня сделано внутри добавляются картинки и видеоролики ну и еще вишенка на торте здесь есть еще и опция совместной работы можно пригласить с авторов естественно они тоже зарегистрируются и можно совместно работать количество проектов здесь не ограничено единственное ограничение это то что есть платные шаблоны ну ничего страшного можно найти какой-нибудь бесплатный аналог и потом под себя его отредактировать так как вы посчитаете нужным вот к сожалению сервис надо сказать что периодически он подвисает есть такое не знаю чем это связано то ли с блокировками и с нашей стороны и со стороны других стран не знаю почему но вот вчера работал очень плохо я еле или пробилась в него сегодня вроде неплохо справляется с работой ну а вот за исключением таких вот мелочей и в общем неплохой что там очень хороший инструмент которым я постоянно пользуюсь спасибо за ссылку но мне кажется что сервис флориш сейчас был заблокирован на территории рф нет рабочий но если работает рейслер сблокирован то хорошо потому что я некоторое время назад пыталась с ним работать и поняла что доступ к нему был закрыт но в любом случае вот еще одна ссылочка можно по ней перейти и попробовать более сложный вариант флориш он как раз специализируется на интерактивных диаграммах самого разного вида ну и в заключении осталось поговорить про графики на самом деле графики это наверное самый скучный вариант самый скучный вариант диаграмм я бы сказала это как раз вот графики ну на мой взгляд я не очень это люблю но тем не менее естественно графики можно создавать в powerpoint и можно ворде рисовать графики для этого не надо осваивать специальные сервисы и технологии я все-таки один сервис назову вдруг пригодится сервис называется date рэпа как сообщили в google переводчики вот для чего он нужен он позволяет обрабатывать большое количество данных если нам нужно просто составить какую-то простенькую диаграмму как у меня сейчас на экране из трех блоков мы можем сделать это и в powerpoint ничего сложного нет но если у нас есть большая таблица с данными например google таблица или excel таблицы там огромное количество данных самых разнообразных которые нам придется вручную забивать в тот же powerpoint и это сложно но это займет у нас какое-то время то можно попробовать воспользоваться этим сервисом просто для облегчения работы он как раз интегрируется из google таблицами с excel таблицами регистрация не нужно мы просто закачиваем внутрь сервиса нашу таблицу выбираем вид визуализации вот как раз с левой стороны тут у нас разная визуализация этой диаграммы графики стандартные в столбике прямоугольнички кружочки виде пирога что называется большое количество разных диаграмм выбираем вид визуализации нажимаем на кнопку визуализировать и вот получаем вариант я просто попробовала поинтересовалась как это работает работает хорошо на выходе можно скриншот сделать свои работы если нужна ссылка той ссылка есть можно встраивать на сайт и блоге тоже все это присутствует в работе так что вот для работы с большим массивом информации можно попробовать этот сервис хотя он и на английском но достаточно несложный для освоения ну и закончить я хотела немножко развлекательного контента к нам в вебинар это интересный сервис который создали гугловцы это их развлекаловка я вам три ссылки тут в чат разместила это так называемые графики в виде киф анимации вот они позволяют ну вообще этот сервис ориентирован был на журналистов если вы создаете разные блоги и ведете соц сети вот вам нужны какие-нибудь диаграммы и такие развлекательного характера очень очень простые вот можно использовать этот сервис называется дата киф мейкер он позволяет без регистрации создавать вот такие вот интересные анимашки ну тут лучше ссылку открыть и посмотреть как это работает в чем суть вот этой анимашки это у меня базовая картинка на самом деле здесь идет как бы между двумя этими блоками синим и красным идет соревнование как будто бы то есть здесь все в движении кто победит либо белое море либо варенцево море и заканчивается вот такой картинкой ну киф анимации движущиеся картинки интересно прикольно необычно я вконтакте делала такие картинки народ лайкал понравилось здесь предлагается три шаблончиком для работы вот стандартный как у меня сейчас дальше таки кружочки в виде отуванчиков и так называемый иппатрон где несколько претендентов движутся вот по такой спирали это сохранится можно позже посмотреть я опоздала до вебинар конечно естественно запись сохранится и презентацию можно скачать из раздела файла выбираем любой шаблонов здесь все бесплатно регистрация не нужна и дальше всего лишь заполняем свои данные данные могут быть в процентах могут быть в числовом отношении ну вот я просто числа проставила вот у меня сразу выбрала цвета для каждого из блоков и дальше нужно нажать на кнопочку сохранить гифку эту гифку можно тут же скачать к себе на компьютер вот и потом уже публиковать в статью вставить не знаю там в презентацию добавить либо где-то в интернете опубликовать ну вот пожалуй и все это мы так быстренько сегодня пробежались по сервисам еще раз хочу обратить внимание на то что у меня есть таблица сводная если вы что-то пропустили не хотите пересматривать вебинар вам нужно срочно информацию найти то можно текстовый документ скачать там все сервисы о которых я сегодня говорила они там расписаны с точки зрения русификации с точки зрения возможностей что можно вставлять что нельзя вставлять какие есть ограничения и вот и и можно ли получать ссылки на эти работы вот постаралась как ментальная карта сжать всю информацию для вас чтобы вам и с одной стороны не скучно было с другой стороны чтобы это было полезно все вот если вам такой формат травится вот таких вот сводных таблиц то я тогда продолжу мое нелегкое тело по созданию таблиц если вам понравилось то в следующем вебинаре тоже попробую в следующем она уже не получится в после следующем попробуем вот спасибо большое за внимание спасибо большое за ссылки я проверила флоуриш у меня открылся на компьютере значит он то ли разблокировался то ли такое чудо произошло что он заработал вот так что теперь можно и про флоуриш рассказать но это уже на будущее вот спасибо за сервис для отечественных карт тоже мне пригодится все в копилочку как всегда приглашаю в группы в блоге в телеграм-канал подписывайтесь пожалуйста я всегда рада подписчикам своим информация по тем сервисам о которых я говорила внутри презентации об есть обучалки и примеры которые я давала в чате все внутри презентации вы найдете вот если какие то есть вопросы нет вопросов нет во вкладке тоже я не увидела но тогда приглашаю уже на следующий вебинар уже в июне месяце 3 июня состоится вебинар где более подробно буду рассказывать о двух сервисах один на русском языке называется learning apps довольно знакомый инструмент но мы постараемся в нем открыть неизвестные нам возможности и второй инструмент менее известная называется флиппите он на английском языке и он работает с аккаунтом google у него очень хорошие возможности например попробуем создавать там ленты времени и игры по принципу своя игра может быть вы такие делаете вот можно сделать на основе google таблицы такую игру оказывается вот об этом поговорим еще о некоторых других возможностях вот ну и последний вебинар уже будет в конце июня там мы будем говорить про нейросети я понимаю что я уже наверное повторяюсь потому что эти нейросети уже вокруг нас везде на каждом углу вот но тем не менее я расскажу о своем опыте использования нейросетей и о своем видении этой проблематике но это все будет в конце июня вот спасибо большое за добрые слова я все читаю все вижу спасибо ждем на вебинарах берегите себя обязательно следующие два вебинара пройдут 12 часов по москве потому что я уже могу и днем теперь выступать вот спасибо большое за внимание и ждем до встречи в эфире отец и Продолжение следует...